Развешивание знаков в Красноярске, похоже, превращается то ли выгодный бизнес автоэвакуаторов, то ли в какую-то странную народную забаву. Не успели активисты Федерации автовладельцев России снять, не весть откуда взявшиеся знаки, остановка запрещена с улицы Кирова у детского мира, как такие же знаки появились в других местах, причем запрещают останавливаться даже в парковочных карманах, изначально вроде как специально для этого предназначенных. И сейчас у нас на связи со студией наш корреспондент Денис Денисов. Денис, ты уже выяснил, откуда берутся эти странные знаки? Сергей, здравствуй. Ну вот как раз около одного из таких мы сейчас находимся на Карла Марса. К слову, они появились по всей его длине. Непонятно, какую цель они преследуют, поскольку под каждым из них припарковано огромное количество машин, но при этом они не мешают ни проезду автотранспорта, ни ходить пешеходом. Вот помочь разобраться в этом загадочном феномене мы попросили Павла Стаброва, представителя Ассоциации Автовладельцев. Ну расскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, для чего вся эта задумка со знаками реализуется? Эта задумка реализуется для того, чтобы, ну если просто выразиться, да, изъять некое количество денег из карманов автовладельцев, приложить их в городской бюджет, поскольку городской бюджет достаточно дыряв. Вы правильно заметили, что эти машины не мешают никакому магистральному движению транспорта. Такую формулировку использует мэрия, якобы улица Маркса должна стать магистральной, машины должны двигаться гораздо более свободно, чем это происходит сейчас. Но поскольку машины запаркованы вот в этих карманах, на которые тратились бюджетные деньги, которые были специально для этого сделаны для того, чтобы покупатели магазинов, которые расположены на первых этажах, на этой улице могли спокойно парковаться, ходить за покупками, помогать развиваться малому бизнесу, в конечном итоге. Все это идет сейчас в угоду фактически наполнению бюджета. Еще раз повторюсь, что движению автомобилей пешеходов эти машины не причиняют никакого ущерба. Ну вот у ассоциации уже был опыт с удалением, так скажем, неэффективных знаков. Будет ли что-то подобное, ну предприниматься и по поводу этих? Да, конечно, мы будем смотреть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем с этими знаками. На наш взгляд, эта операция проведена преждевременно и очень так скоропостижно, очень быстро. Знаки развешивают буквально сейчас и очень много. Зачастую эти знаки очень неэффективны. На наш взгляд, это должно было происходить гораздо большее количество времени. Все парковочные места должны были быть оптимизированы, должна была быть нанесена разметка. Нужно было четко понимать, сколько машин могут запарковаться. Пока что идет сокращение парковочных мест в центре в очень большом объеме. Это печально. Администрация вместо того, чтобы создавать парковочные места, строить многоуровневые обещанные нам теплые парковки, идти по современному пути развития, к сожалению, просто собирает деньги за то, что автомобилисты вяжают в центр города. Спасибо, Павел. Мы будем надеяться, что эта проблема, ну и все сопутствующие, которые связаны с оптимизацией дорожного движения в Красноярске, будут в ближайшее время решены. Сергей, тебе слово. Да, спасибо, Денис. Тема парковок действительно очень сложная. Мы к ней будем еще неоднократно возвращаться в течение ближайшего времени, там месяца-двух, пока не отладим этот процесс. Я напоминаю, это было прямое включение с улицы Карла Маркса, нашего корреспондента Дениса Денисова. Там снова появились непонятные знаки «Остановка запрещена». Ну а мы продолжаем выпуск.